Всем огромный-огромный привет! Сегодня у меня пустые баночки января 2024 года и по традиции я начинаю с бытовой химии. Очередная бутылочка HomeStar, средство для ванн. Тяжелые какие-то загрязнения не убирает, но освежить без химии, без химического такого хлорного запаха. Прекрасно работает, всегда беру и довольна этим средством. Так, что еще из фикса, из бытовых? Это влажные полотенца с рыжим котом. Люблю, всегда беру и буду продолжать покупать. Закончились ватные диски Bella Cotton. Я ими вполне довольна. Покупала упаковку из трех штук. Вот одна закончилась. Теперь у меня очень маленький размер, размер расход. Именно вот таких вот ватных дисков я ими только стираю лак с ногтей, а для лица использую многоразовые вязаные, которые сама себе и вяжу. Заказывала на Вальбере с упаковку не то из 10, не то из 12 упаковок. Вот с такими детскими влажными салфетками. Солнце и луна. 120 штук в каждый. Прекрасный клапан здесь. Здесь хорошие салфетки в каждой комнате лежат. Детки пользуются самостоятельно. Все замечательно. И если я опять их увижу по хорошей цене, я обязательно их закажу. В Литуаль покупала освежитель воздуха Мастер Фрэш. Это у нас с ароматом морского бриза. Аромат мне понравился, но сейчас у меня мохито и он мне нравится больше. Все-таки все надо пробовать. Ну и морский койбриз неплохой. Если опять будут шикарные акции и я буду именно онлайн заказ делать, то обязательно его закажу. Новинка. Прям вот последняя-последняя из Фаберлик. Это облепиховое жидкое мыло. Действительно пахнет облепихой. Если вы, как и я, любите облепиху и кушаете аромат облепихи в косметических средствах, вам понравится. Хорошее мыло, хороший объем. 500 мл, если я не... Ой, вру. 450. Фаберлик любит по чуть-чуть, по чуть-чуть объемчики снижать. Иногда я не успеваю отслеживать их корыстные уменьшения. Но мыло действительно хорошее. Могу посоветовать. Если, конечно, вам не нравится натуральный аромат облепихи, то, конечно, нет. А так классный. И вполне себе такой приемлемый. Так. Также от Фаберлик закончилось жидкое мыло. Это у нас клубничный макарон. Ну, сильного впечатления это мыло на меня не произвело ни по аромату, ни по действию. В общем, проходной для меня продукт. У меня в запасах еще одна такая баночка стоит. И вот как-то у меня рука не тянется. Я какие-то другие сейчас ставлю, но к этой банке почему-то возвращаться не хочу. Средство для ванн. Также в Литуаль покупала соль для ванн ромашка. 500 грамм ровно на два раза мне хватило. Вот открытая здесь упаковка. А там даже видно, наверное, что это желтая пыль осталась от соли. Соль дает такой лимонный цвет в воде в ванной. Аромат, вот как будто вы легли в чай ромашковый. Когда чай пьешь, чисто из ромашки. Вот такой аромат. Действительно успокаивает. Оказывается противовоспалительное действие. Возможно, я верю в это. Омолаживает кожу, да. И вот 500 грамм я делю на два раза. Потому что если вы мало насыпите соли, то вот эти эффекты, их просто не будет. А по аромату, опять же, на любителя. Кто-то любит аромат ромашки, кто-то нет. Также, насколько я помню в Литуаль, я брала вот такие вот бурлящие шары с космическим мерцанием Galaxy Patti. Мерцание я не заметила. Здесь было три шарика. Розовый, оранжевый, зеленый, по-моему. Или фиолетовый. Девчонки у меня буквально вчера принимали с ними ванну. Им они понравились. И они просили еще такие им купить. Также из Литуаль вот такой был пончик. Тропический кокос. Он был двухцветный, бело-голубой. И вот голубая часть на пение для ванны рисовала. 130 грамм. Очень долго пенился. В общем, классный. Тоже у меня девчонки оценили. Много у меня в этот раз бурлящих всяких шаров. Также была новинка Фуберлик 3+. Из линейки Ума. Я заказывала, естественно, две бомбочки. По-моему, по 150 рублей. И ты не выбираешь, какие они. Тебе приходят рандомно. Зеленый цвет у них. И внутри игрушка. У меня у одной дочки попался лев. Почему-то синего цвета. А другой слон оранжевый. Хотя по логике наоборот. Вот такого размера игрушечки. То есть, достаточно большие. Детям было интересно. Они ждали, когда эти бомбочки растворятся. Чтобы знать, кто кому попался. Также для ванны. Что еще закончилось? Что значит были новогодние праздники? Мы наслаждались ванной с пенами. С шариками бурлящими. В общем, все замечательно. Лавандовое настроение. 250 миллилитров. И я, и дети пользовались этой пеной. На детской коже никаких реакций не было. Как, собственно, и на моей. Прекрасный аромат. Цвет был и пена вот такой, как у этих цветочков. Вообще классный. Но эйвенские пены. Многие знают, что все с ними всегда замечательно. От Батист. Крем-депилятор. Мой любимый. Йогуртовый. Который не дает запах жженных волос. Палености вот этой. Ой, простите. Я вас пошевелила. Там есть ложечка и, собственно, вот такая туба. Тоже он розового йогуртового цвета. Так что, когда я вижу, да еще и по хорошей цене, я всегда приобретаю. Так, сейчас упадет. Надо туба его вот так вот поставить. Так, что еще у меня для волос давайте, да? Единственное, что закончилось для волос, это вот такая маска репейная. С комплексов витаминов для укрепления волос. Покупала в аптеке апрель. Мне кажется, рублей за 150. И особых каких-то надежд я не возлагала. Где-то тут у нас объемчик должен был написан. 250 миллилитров. Такая зеленая, мутно-зеленого, гелевого. Гелево-кремовой текстуры. Мутно-зеленый цвет. Пахнет травами. Прям вот травами пахнет. Реально. Классная маска. Я не ожидала от нее такого классного действия. Она прекрасно волосы распутывала. Расчесывались волосы после нее идеально. Они становились гладкими. Действительно, мне кажется, был эффект укрепления. Поэтому масочкой я довольна. И при случае я еще куплю. У меня такая же маска есть, только не репейная, а с красным перцем. Я надеюсь, что у нее действие будет нисколько не хуже, чем у данной маски. Следующая категория геля для душа. Закончила вот такой большой объем. Мне уже написали, девчонки, в комментариях, что вот это вот Телепен Негро, наверное, правильно называется. Испанские гели продавались на Вальберисе. Испания, ведь не вру я вам. Не Италии, а Испания, мне кажется. Да, Made in Spain. В Испании. Это была у меня карамельная ириска. Действительно, так оно и пахло. И по цвету такое же. Как будто ириску растворили. Вот как вот здесь. Вот такого была цвета жидкость. Достаточно он был густой. Не вот прям вот как вода. Хорошо пенился. Я использовала и как гель для душа, и как жидкое мыло. И в качестве жидкого мыла, и в качестве геля мне понравился этот гель. И действительно, как-то грустненько, что его больше не купить. По крайней мере, пока. Может быть, потом и появится. Какой еще у нас гель для душа. Вот этот вообще вызвал мой восторг. Он мне понравился и из флакона. И при взаимодействии с водой. Это я люблю зиму от Фиберлик. Была новогодняя лимитка. Зимний микс. Супер с кикет для душа. О, такой он свежецитрусовый какой-то мягкий. И я буквально за месяц его весь использовала. Сейчас у меня был в использовании из этой же линейки морозные ягоды. Но это уже не то. Вот этот прям мне очень понравился. Очень зашел. И, по-моему, на запасах у меня его не осталось. Я их все раздарила на Новый год. Что касается еще Фиберлик. Прошлогодние лимитки доиспользовала. Первый это фруктовый лед. Очень тоже приятный, сладенький. И вот новогодняя тематика, как никогда в тему. И второй тоже от Эйвон. Ой, от Фиберлик. Вишневый лимонад. Объемчик 200 мл. Быстро использовался. И вот, как ни странно, тут еще немножечко стекло. Потом классный вишневый аромат. Я думаю, они их периодически будут повторять. А мы будем наслаждаться. Еще один гель для душа уже от Миксит. Здесь у нас с экстрактами ламинарии. Но как бы кактус, да? Как грязная банка. Свежий аромат. Единственное, хотел показать, крышка вот так ломается. А тут вот, видите, на ней еще вот есть минусы в Миксит. Как бы вы ни промывали, но я потом в конце уже не стала, думаю, заканчивается. И у них ломаются, у меня практически у всех отламываются крышечки. А так объем большой. Мне кажется, 300. Да, 300 мл объем. Они такие малышки, но пузатенькие. 300 мл и достаточно надолго хватает экономичные. Они не густые и не жидкие. В общем, нормальные по консистенции и экономичные в использовании. У меня еще два с другими ароматами есть. Я с огромным удовольствием ими пользуюсь. Мне понравилось. Совсем не понравилось средство. Dream Natur. Гель для интимной гигиены. Купила спайку из двух штук на Вальберес. Потом видела их в Литуале. И уже, слава богу, имела представление об этой компании, об их продукции. Вот этот у нас успокаивающий и смягчающий. Был бледно-голубого цвета. Здесь все пачкалось. Если стекало здесь какими-то каплями, а не если, обязательно стекало. Объем большой, 500 мл. Жидкая очень. Подсушивала кожу. В общем, повторять больше не буду. Никому не советую. Лучше взять что-то проверенное, классическое. Так, что еще для тела? Спрейчик закончился от Эйвен. Цитилистский закат с ароматами гранаты и розового грейпфрута. Очень вкусный. Цитрусово-сладкий. Какое-то вот такое поднимающее настроение. Мне очень понравился. Так, для тела. Давайте еще посмотрим, что у меня тут для тела. Получала в подарок от Марины Столяровой перед Новым Годом. Огромное, Марин, тебе спасибо. Вот такой вот лосьон для тела от Ифраше. Он называется у нас не лосьон, а восстанавливающее молочко для тела с маслом. Карите для сухой кожи. 30 мл. И если бы я, наверное, на тело мазала, это хватило бы на пару-тройку раз. Ну, может, на пять раз. Но я использовала это молочко как крем для ног ночной. И прекрасно это молочко восстановило кожу на стопах. Очень классно работало. Причем не раздражало меня. Я даже могла не под носочки просто нанести. Никакого неприятного ощущения не создавала. В общем, классное молочко для рук. Для рук закончилась у меня вот такая парочка. Получала я ее в подарок на 8 марта от мужчин-коллег. Потому что я именно 7 марта в прошлом году вышла из декрета. И сразу 7 марта получила вот такой презент от наших мужчин. В коробочке было два крема. Первый, который я начала использовать, это пюркатон. Ночной крем для рук хлопок и органа. Но ночной мы сразу думаем питательный, да? Нет, девчонки, очень слабенький, жиденький. Аромат приятный, кремовый. Люблю я такие хлопково-кремовые ароматы. А по действию на 2-3 минуты и тебе хочется опять нанести крем, и ты уже не понимаешь, наносила крем-то или нет. Потому что кожа рук сохнет. Я вообще на фирме Аура поставила крест. Мне кажется, кроме ватных палочек, во всем остальном я разочаровалась. Буквально сегодня доиспользовала уже как массажный крем. Он весь грязный. У меня девчонки его уже тут повозили. Это уже мед и пантенол. Питательный тоже, казалось бы. Но он был чуть гуще, чем хлопковый. Пах действительно медом. Кремовым медом. Белого цвета был. Чуть погуще. Но эффект тоже на 3-4 минуты максимум. Хотелось обновить. Повторять не буду. Ну и этот я сама не покупала. Но если подарит, куда деваться. Просто уже сил не хватало. Мне сегодня делали массаж. И мне девчонки принесли. Говорят, знаете вам крем для массажа. Действительно. А там оставалось прям чуть-чуть. Пусть вот как раз на процедуру массажа. Такого домашнего, непрофессионального. И то несколько раз добавлять пришлось. Ну да ладно. Покажу вот такое средство. Но это не средство. Это у нас свеча от Avon. В свое время они были очень дорогущие. Когда только выпустились, я покупала эту свечку на распродаже. Несколько лет назад. Здесь у нас зимние специи. И в этом году она у меня закончилась. Она очень долго. Давайте покажу. Я специально сохранила коробку. Как это все упаковано. Я все посматриваю в распродажах. И мне хочется купить тоже что-то от Avon. Я сейчас подсела на свечки. Очень мне нравится. Мне просто, когда я жила с отцом своих детей. Ему вообще не нравились никакие ароматы в квартире. Только, наверное, аромат табачных изделий. Вот он курил. Ему это нравилось. А если ты чем-то попрызгаешь. Спреем для тела. Или спреем для текстиля. То его прям раздражало. Свечки тоже раздражали. А теперь я жгу свечи. Наслаждаюсь. Сижу, вижу. У меня свеча горит. И таким образом закончилась у меня вот такая свеча. Она была такого бордового, насыщенного цвета. Она даже сама по себе даже сейчас пахнет действительно зимними специями. Какой-то корицей. Чем-то таким приятным. Надолго ее хватило. На несколько лет. Но если раньше я поменьше жгла, сейчас больше. И раньше я даже старалась поставить на кухню. Там как-то вентиляция-то получше работает. В этом году я жгла ее прямо вот у себя тут на столе. Пока вязала, пока работала. И пока снимаю видео. Вот сейчас вот у меня не ароматизированы. Просто вроде как зима. И пока, наверное, в январе я ставлю эту зимнюю свечечку. А в феврале уже буду к дню влюбленных что-нибудь ставить. Ну ладно, отвлеклась опять девчонки. Для лица. Переходим к категории для лица. Мицеллярная вода by Kamei. Цветочная. Огромная. Покупала, мне кажется, я в маяке. 585 мл. Кстати, отлично смывает макияж. Если чуть он постойче, по насыщенней, по многослойней макияж. Такой более капитальный. То надо пару-тройку раз провести по глазу. А если вот прям обычный. Там тени, тушь, карандаш максимум. То и за один раз снимала. Неплохо работала эта мицеллярка. Можно сказать, еще работает. У меня прям совсем чуть-чуть. Я ее переливала в 100 мл бутылочку. И там прям вот на несколько раз осталось. Я решила вам уже эту бодельку показать и убрать. Также для лица закончился крем дневной вербена от Фаберлик. Классный крем. Здесь 7 эффектов омолаживающих написано. Он омолаживающий с активным антивозрастным комплексом. Приятный аромат. Белый. Как пахнет вкусно вербеной. Действительно. Вообще классный. Не первый раз я беру. Он бюджетный. Но вполне себе рабочий. И это меня радует. Добавляла я к этому крему вот такой бустер. Витамин С. Дистиллери. Вейвен была такая линеечка. Но она была далеко не бюджетная. И мне кажется они немножко подразорились с ней. Она у них не зашла по продажам. Ее быстро свернули. Я думала до конца этой зимы пользоваться. Но я уронила эту. Ой. Ладно уж на стол буду супить. И здесь вот прям вот коричневый стал. Я его подковырнула. Потом думаю, ну все же на лицо вер. Давай не рискуй. Избавься. Срок годности закончился. А я вообще не люблю, когда срок годности заканчивается в любых средствах. А уж для лица тем более. Поэтому избавляюсь. Но хороший был бустер. Просто одно время я как-то им не пользовалась. О чем сильно жалею. Вот. Так же для лица закончилась моя любимая маска. Ровный тон. В линейке Ке. Она такая белая. Похоже белая. Белая. Белосиреневая даже. Застывала. Похоже была на глиняную. Главное было не передержать. Вот минут 10-15 как вот она начинает схватываться. Смывать. Она меня спасла от пигментных пятен на лице. Выравнивала тон. В общем, замечательно. У меня никаких к ней претензий. Одни только положительные отзывы. Так же для лица закончился тоник. С васильком. Из линейки Ботаника от Фаберлик. Люблю его за аромат. За свежесть. За действие. И периодически повторяю. Далеко не будем уходить от Фаберлик. Так же закончился гель для умывания. С маслом оливы. Классный. Он был прозрачный. Здесь объемчик 100 миллилитров. Но достаточно долго мне хватило. Использовала только в вечернее время. Потому что у меня ночной крем тоже из этой же линейки. Тоже прекрасно работает. Но еще не закончился. Поэтому буду иметь в виду. И при случае тоже повторю. Без каких-либо раздумий. От Эйвон. Вчера буквально использовала очищающую пенящую маску. Я даже забыла как она работает. Как она себя ведет. Потому что ее сняли с производства. Но мне она попалась. Если я не ошибаюсь. В пакете сюрпризы. С экстрактом мазких водорослей. Держать 10 минут. 7 миллилитров. Она заявлена как очищающая. Кто подписан на мою группу ВКонтакте. Любители косметики и ароматов. Ссылка у меня всегда есть под видео. Кстати я это видео выкладываю на YouTube. И ВКонтакте. Кто-то смотрит там. Кто-то там. У меня разделились. Теперь мои зрители. У меня ВКонтакте. Больше смотрят реально моих знакомых людей. А на YouTube те. С кем мы собственно на YouTube и познакомились. Вот как-то так. Она пенится на лице. Но смывая ее под этой пеной. Такая как масляная основа. Ее еще надо постараться смыть. Она действительно неплохо очищает кожу. И подпитывает кожу лица. После нее никаких кремов не хочется наносить. Она уже все это сама делает. Так. Не озаруйте. У меня тут всего одно средство декоративки. И то пытается упасть. Что касается ногтей. Закончилась очередная бутылочка Leofred. Жидкость для снятия лака. На самом деле это жидкость голубого цвета. У меня на столе всегда такая стоит. Уже следующее. Почему стоит прямо на рабочем столе. Потому что сейчас ногти очень плохо себя ведут у меня. Ломаются часто. Но это связано еще и всякими процессами в организме. С которыми я борюсь. И я если раньше красила ногти раз в неделю. То сейчас и два и три могу покрасить. Потому что сколы, расслаивание. В общем все в этом духе. Что касается декоративной косметики. У меня закончилась тушь. На которую я тоже никаких особых надежд не возлакала. Я получила ее в подарок на день рождения. То есть 22 мая 23 года я ее получила. И где-то летом начала ей пользоваться. Максимум я пользуюсь тушью любой. Любой фирмой. Любого направления. Три месяца. Потом у меня начинается как бы аллергическая реакция. И я прекращаю. Но эта тушь меня удивила. Я ей пользовалась с лета. И вот до января. Фактически наверное до середины января я ей пользовалась. Это Giordani Gold. Удлиняющая тушь. Она действительно делала реснички тоненькими. Но длинненькими. Сейчас покажу вам щетку. Я подозреваю, что она даже еще и не закончилась. Но реснички ставила делать менее длинными. Поэтому все уже. И я думаю, ну я уж ей чуть ли не полгода пользуюсь. Для меня это огромный срок. Понравилось. Мне заходила на днях в кабинет девочки, которая мне ее подарила. Поблагодарила. Говорю, я все это время тебя добрым словом с утра вспоминала, когда наносила эту тушь. Классная. Ну и последнее, что покажу. Это зубная паста White Glow. Тоже в L'Etoile заказывала для курящих. Я не курю, но я подумала, что она должна классно очищать зубы. Если она курильщиком очищает, то не курильщиком уж тем более. Она вот такая малютка. 24 грамма. Классная. Я хочу такие полноразмерки. Какие-нибудь большеразмерки. Белые пахнут. Классно. Освежала. Очищала. Изумительно. Я вообще брала такие малютки для путешествий. Но думаю, пока я доживу до путешествий, у меня вот любопытство съедало. У меня еще парочка есть запасок с другими действиями. И я буду обязательно брать их еще. Ну вот, собственно, и все. Все мои пустые баночки в январе. Всем вам огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.